Хотите, назову самых лучших учеников военной науки на сегодня? Это русские офицеры. А мы к ним как к детям относимся. То, как мы о них говорим. Да это же русские, они не понимают, что делают. Самые прекрасно образованные и обученные офицеры из всех, кого можно встретить. Они все понимают лучше нас. С чего я это взял? Потому что они не тратили последние 20 лет, тренируясь выламывать двери в Ираке и вырезать иракские семьи, или ползать по холмам в Афганистане, чтобы убить пастуха. Это то, чем мы занимались последние 20 лет. Мы уже не знаем, как вести масштабные боевые операции, мы забыли об этом. Когда вы посмотрите на их карту, среди нас много тех, кто мыслит маленькими стрелками, это я об американцах, которые смотрят на тактические ситуации, они смотрят видео, как уничтожают русскую колонну, они смотрят, как три или четыре танка подбиты, и люди разбегаются. Знаете, война это ад. И на войне люди умирают, в том числе и русские. И если вы будете смотреть на маленькие стрелки, русские тут и там разбиты, маленькими стрелками. Но посмотрите на большие стрелки. Чего русские добиваются? Я вам говорил, они удерживают войска в Киеве. Стотысячная группировка в Киеве. Если им не угрожать, они выдвинутся на подкрепление, поэтому вы отправляете 40 тысяч солдат из Белоруссии и удерживаете 100 тысяч солдат на месте. У вас 80 тысяч вражеских сил в Одессе, поэтому вы отправили 30 тысяч солдат из Крыма к Одессе и одновременно курсируете вдоль побережья силами морского десанта. И эта группировка застряла. У вас 100 тысяч вражеских сил на Донбассе, и вам нельзя их упускать, чтобы они не отошли к Киеву. Поэтому вы сдерживаете. Вы отправляете ополчение Донецка и Луганска на линию фронта. Самая тяжелая ситуация. Но вы вцепились во врага и держите его на близком расстоянии. И так они тоже не могут двинуться. И затем вы отправляете сквозную атаку, чтобы пробить сухопутный коридор от Крыма до российской территории, чтобы иметь возможность двигаться свободно. И Мариуполь является ключевым объектом на пути. Его пришлось брать. Единственный город, за который русские сражались. Спросите себя, почему? Потому что это единственный город, имеющий значение. Остальные не играют никакой роли. Вы не возьмете трехмиллионы Киев силой 40 тысяч. Так не бывает. Вы не возьмете город 1,6 миллиона Харьков силой в 50 тысяч. Не выйдет. Но вы возьмете Мариуполь силой в 50 тысяч. Вы окружили его и обстреливаете. Что и произошло. Им пришлось брать город. Ужасная, ужасная ситуация. Но стратегическая необходимость этого требовала. И к чему я клоню. Вся эта фаза была подготовкой поля боя. Что происходило вместе с этим? Русские уничтожили буквально все топливные хранилища на Украине. Я не для того, чтобы просто похихикать. Это важно. Ведь чем вы танк заправляете? Горючим. А на чем грузовик работает? На бензине. И что по сути танк без горючего? Гроб. А что по сути грузовик без горючего? Еще один гроб. Все склады боеприпасов были взорваны. Чем является артиллерийское орудие без снарядов? Легкой мишенью. Все продукты и вода необходимые для войск. Солдат, который хочет есть и пить, будет убит или взят в плен. И так русские перекроили все под себя, пресекая передвижение вражеских войск и одновременно выполняя локальные задачи, чтобы подготовиться к масштабному захвату в клещи, в которые попадут силы украинцев, у которых не будет еды, не будет воды в связи с командованием горючего и боеприпасов. Вот какой будет вторая фаза. Русские отошли от Киева. Им больше не нужно удерживать ту группировку. Они и так не смогут сдвинуться. У них нет горючего. Они застряли. Если они выйдут из города, русская авиация их всех уничтожит. Они попытаются занять шоссе, и все погибнут. Что мы и видели, они пытались отправить конвой к югу, и русские их сожгли. Никакого подкрепления не будет. Враг на Донбассе не может сдвинуться. Они в ловушке. Русские замкнут кольцо и всех уничтожат. Или возьмут в плен огромную часть украинской армии. И когда это произойдет, ничего не останется. Ничего не останется. И русские смогут требовать все, чего захотят. Вот почему я говорю, что русские победят. Потому что я вижу ситуацию именно таковой. Я не тешу себя иллюзиями. Вот, мол, русские не смогли взять Киев. Да они не собирались брать Киев. Русские не смогли взять Одессу. Они и не пытались взять Одессу.